Продукт у них сомнительный, да, ну фиговатый, но вот тем не менее они, ну как бы это первый владелец недвижимости в мире. Есть такое понятие как цена, есть понятие стоимость и есть понятие ценность. И вот эти три категории нужно умещать. Как ты так могла, да? Как ты так вообще? В смысле, да? На тему соотношения цена-качество. Для всех, абсолютно для всех эта тема важна и нужна. Не только для тех, кто что-то производит, но и для тех, кто перепродает в том числе. Потому что, сейчас расскажу, почему это относится, этот эфир абсолютно ко всем, и к товарникам, и к услугам, и к сервисам, это тоже услуги, да, и к товару-микс, услуга-товар-товар-услуга. Потому что речь идет о продукте в целом, о любом продукте. Когда я говорю, что невозможно делать бизнес, полноценный бизнес, долгий, устойчивый, который будет достаточно хорошо развиваться, на фигне, я имею в виду не субъективную оценку товара или продукта. Я имею в виду оценку клиентов. Речь идет не о нашем личном восприятии товара, продукта, услуги и сервиса, а речь всегда идет о клиенте. Смотрите, и начался разговор про масло-рама. Это был отстойный продукт, пожалуйста, сейчас вспоминаем, да, это был отстойный продукт, который был нафиг никому, как-то нафиг никому не нужный, от которого мы отказались, но, тем не менее, производители масла вот этого спреда-рама достаточно долго зарабатывали деньги, да. Я еще не гуглила, мне кажется, что они до сих пор зарабатывают деньги, и в том числе на этом спреде дешевом, да. И здесь речь не о том, что, да, мы знали и тогда, возможно, кто-то уже знал, что это фигня редкостная, да, но мы покупали. Я ни в коем случае не говорю, что зарабатывать и работать можно только на продукте высочайшего премиального качества, потому что это не так. Самые большие, самые большие заработки и обороты делаются не на премиальных продуктах, товарах и услугах, а на масс-маркете. Масс-маркет это никогда не супер качество, но думайте здесь, пожалуйста, внимательно. Здесь не маркетологи-боги, просто смотрите, эти продукты, вот эти ужасного качества, дешевые, отстойные продукты, качество этих продуктов соответствует запрашиваемой цене. Если за это качество будут пытаться попросить вышеценник, то вот тогда не вернутся. Вот речь об этом. Цена должна соответствовать качеству. Есть такое понятие, как цена, есть понятие стоимость и есть понятие ценность. И вот эти три категории нужно умещать и нужно понимать, где вы, с каким товаром, с каким клиентом вы работаете. Потому что если ценность не соответствует стоимости, то у нас не будет повторных покупок. И у нас не будет никогда постоянных устойчиво, устойчиво, как это, устойчиво лояльных клиентов. Потому что только компании, которые работают осознанно и целенаправленно над увеличением лояльности к продукту, к компании, ну, возможно, к сервису этой компании или к предпринимателю, или к магазину, или к вашему товару, только эти компании могут стабильно и устойчиво развивать свой бизнес. Все остальные компании, которые не озадачиваются соотношением, сейчас я нарисую, чтобы было понятно, о чем я говорю, чтобы мне было сложно, к сожалению, им придется покинуть рынок, причем в ближайшем будущем, да, учитывая, что мы выходим сейчас в рынок потребителя. Сейчас я нарисую график и немножко порисую. А, обожаю, давно я не рисовала. Цена и КХ. Вот смотрите, график, где ось Y это качество, и ось Y, ось X это цена. Чем выше стоимость, начинаем мы от нуля, чем выше стоимость, да, тем выше будет качество. И это работает так всегда. Ну, то есть, по сути, у нас будет вот такая, да, вот такая кривая, то есть, чем выше цена, тем выше качество. И чем выше качество, тем выше должна быть цена. Но это не значит, что работать и зарабатывать могут только компании или предприниматели, которые занимаются продуктом самого высочайшего качества. Нет, вот этого качества тоже люди, тоже продукт будет продаваться и должен быть на рынке, обязательно. Потому что мы знаем, что чем ниже ценник, да, это основа экономической теории, да, чем ниже цена, тем больше желания у потребителя приобретать, как бы, и, ну, как так сказать, оставить свои деньги, будем так говорить, да. Вот, но не все так однозначно, еще зависит от количества представленности продукта на рынке и от количества потенциального клиента. Помним, что тоже еще один закон, да, спрос порождает предложение, хотя маркетологи будут утверждать, что предложение будет порождать спрос, но у нас таких маркетологов достаточно мало, да, не достаточно, а сильно-сильно мало. Вот, у нас таких вот такого уровня маркетологов не достает, и для того, чтобы быть маркетологом такого уровня, нужно этому обучаться. Так вот, будем придерживаться, так сказать, наших стандартных средних данных, да, и не мечтать о том, что мы прям еще один котлер. Так вот, если товара на рынке много, продукта на рынке, то есть много предложений, если в вашей нише очень много конкурентов и крайне ограничено количество покупателей, то у нас цена, соотношение цена-качество будет расти не так. У нас будет вот такое дугообразное соотношение цена-качество. То есть мы проходим, мы сильно должны вырасти в, ну, конечно же, понятно, что тут надо обосновывать, да, мы сильно должны вырасти в качестве для того, чтобы только тогда начинать поднимать стоимость на свой продукт. Это касается масс-маркета, и это касается на сегодняшний день уже услуг в сфере онлайн-обучения. Если локационный бизнес, то нужно смотреть, что у вас происходит в вашей локации с конкуренцией. Так вот, и другая совершенно ситуация, да, когда ты можешь расти по цене еще пока не, не имея, не затрачивая такие усилия, не вкладывая такие ресурсы в качество, да, то есть мы по цене растем, а качество, то есть добавляем совсем-совсем немного. Вот эти качественные показатели. Почему? Вот сейчас будет такое, как ты так могла, да, как ты так вообще, в смысле, да? Смотрите, тут тоже нужно понимать готовность клиента воспринимать вот этого качества продукта. И кажется, что это несправедливо по отношению к клиентам. Сейчас есть такая категория, такое понятие, да, как достаточный уровень качества. То есть, касаемо Макдональдса, сейчас возвращаемся к Макдональдсу, и идеально находить вот такие ниши, да, если вы только начинаете, если вы заходите, то есть если вы видите мощную конкуренцию, вам нельзя, вы не пойдете по такому пути, потому что вы не сможете развиваться, вас попробуют один раз, да, и, естественно, откажутся от вашего продукта, следующий раз к вам не пойдут. Когда идти больше не к кому, люди будут идти к вам, потому что будут вынуждены какое-то время, но конкуренция вырастет, да, и за это время либо вы сильно растете в качестве для того, чтобы дойти вот сюда, и тогда ваши конкуренты, ваши последователи, почему я не боюсь последователей, потому что они идут совершенно по другой кривой, им сложнее. Вот. Субъективизм в бизнесе всегда играет злую шутку, потому что вы будете излишне упарываться качеством, а вам еще не надо, вам еще не надо, потому что ваш клиент не готов, это достаточное качество. Вот здесь нужно четко-четко ориентироваться, и у меня есть такая шкала, да, я ей делюсь на стартапе, я ей делилась, и делюсь ей на прибыльном бизнесе, и на инфобизнесе, где мы определяем, да, относительно ценности, конкретно относительно ценности, потому что чем выше ценность, тем выше ваши затраты, которые должен будет нести, соглашаться оплачивать ваш клиент или ваш покупатель. Вот, в этом нужно ориентироваться, это три графика, с которым нужно уметь работать для того, чтобы не было споров, да, я всего лишь говорила о том, не было возможности нарисовать, а в следующий раз буду рисовать свои рисунки, речь была о том, что если вы предоставляете качество на прямой вот этого уровня, а ценник ожидаете вот этого, один раз купят и больше не вернутся. И вот в этом, в этой ситуации работать как-то с лояльностью, работать как-то с возвращаемостью клиентов с увеличением LTV не представляется возможным, потому что люди недовольны уровнем, люди уходят. Со шкалой воспринимаемой ценности нужно работать, потому что если мы работаем на уровне, там, допустим, на пятом уровне воспринимаемой ценности, да, а ценники предоставляем со второго уровня, у нас люди не будут покупать. И мы будем бесконечно долго возмущаться, что у нас самый лучший товар, у нас самый лучший товар, а эти я не понимаю, а они покупают какую-то фигню еще и дороже, потому что фигня еще и дороже соответствует, цены соответствуют четвертому уровню, воспринимаемая ценность соответствует четвертому уровню, поэтому покупают фигню, а у вас ваш супер продукт не будут покупать. Точно так же, если ваш продукт будет соответствовать второму уровню, а стоимость, цену вы заявите на пятый уровень, да, люди купят, но будет тут же возврат, будет возврат, негатив, недовольство, поэтому нужно всегда как-то свести все три точки, все три графика в одну точку, и вот это будет оптимальная цена, которая будет позволять вам работать и постоянно зарабатывать. То есть недостаточно один раз сорвать кассу, да, никому, я думаю, в бизнесе не хочется один раз сорвать каких-то денег и потом больше не увидеть никогда ничего, да, бизнес это то, что постоянно растет, и бизнес, задача бизнеса не только извлечение прибыли, да, еще и рост, рост компании, рост вот этого дела, развития дела. Субтитры создавал DimaTorzok